Потому как и все остальные должны знать, кто будет смотреть этот фильм. Как питаться надо правильно. И чтобы у нас тут не было лучше, ни деток не подкармливали постными таблеточками, конфеточками и котлеточками. Котлетки есть постные. Есть котлетки постные и сои сделанные. Ну и сои не кормят. Говорят, я тебе даю постную котлетку, а там мяско. Вот и все. А ребенок-то разем знает. Ну это есть у тебя лукавые? Нет, не только. А в школе? А в школе? Я с ними на воскресных занятиях веду эти разговоры. Они никто не едят ничего скромного. А их там никто не заставляет есть. Только единственный момент у нас, вопрос. Отдавать сотоварищу или выбрасывать? Вот, непонятно, кому отдавать. Но все сказали, говорит, мы, говорит, отдаем своим соученикам. Но если так делать, то ты будешь первый, как говорится, парень на деревне в этом классе. Все тебя будут любить, конечно. Постов много, все отдавай. Если бы я отдавал свои сардельки, когда был маленьким в школе, а я только за них бился всегда. Как у нас, помните, бежишь в эту столовую, кто первый? Там еще подсказнешься на киселе. Уехал куда-то под стол. Девчонки первые врываются, хватают, все там. Понравилось тебе побольше блюда? Плюнул в него. Уже все, твою. А я сна плюнул всех. А, не, не, не надо, не надо. Вот так вот у нас было мощно все. Теперь понятно, за что тебя били. Не, я не плевал никогда в тарелку. Я считал, что это что-то... Ну ты так рассказал, что... А, что как будто я плюнул? Ну ладно, это перед Богом откроется, вам значит интереснее будет это все. Пускай я такой запомнюсь, как рассказал. Я рассказываю, какие у нас обычаи были в школе, А что-то у вас было, я не знаю. Может у вас там был институт благородных девиц. Они что у нас не возговорили? Выходили и разговаривали. И вы разговаривали. Да, слушаюсь. Слушаюсь. В пионерском лагере сразу приходили деревенские. Потом расскажите. Потом расскажите, я рассказываю. В пионерском лагере сразу приходили деревенские. И смотрели, кто посильнее. Им нужно было запугать сразу. Я как на грех вырос. Спасибо матери с отцом. И вырос телом и лицом. И меня выцепляли сразу. И давай бить сразу. Первого. А меня... Я все-таки быстрый парень. Меня просто к нему побьешь. Я как убегал вечно. Они меня ловили деревнями. Прям на меня облаву, как на разведчика. И я приходил к себе в домик, где мне ребята приносили поесть. Я поем. И ночью куда-нибудь под кровать кому-нибудь в другое место. Они придут ночью с фонариками. Раз. А меня нету. А я такой разведчик. Ага. Вы меня не найдете. И вот так они за мной везде бегают. Это у них повод прийти с девчонками познакомиться с нашими. Ну. А при чем здесь я там? Не скажите. Я-то тут при чем? А вот это бей. Своих чужих будут бояться. Вот так вот. Вот как поступали у нас. Вот так где письмо-то открытое было. И меня постоянно досрочно забирали. Потому что, ну, когда они меня ловили, то сильно, конечно, били. И прямо посреди дня бывает. И так далее. Давайте занятия начнем. А, это занятия. Это занятия. А ты снимаешь уже, да? Да. А что ты снимаешь-то? Я не знаю. Ну, ладно, пускай знают. Может, у кого-то не было. Один раз так вообще было. Я на воротах стоял. Один с лет мне было. И мы с деревенскими играли. И, короче, мы один-один ничья. И начали пенальти бить. Кто победит. Это обычно в конце делается. И меня выставили в вратарю. Я хоть вратарь, но чтобы я был в пенальти. Бояться все бить. И я, короче, его мячик, который пнул, тот взял. А сам забил. И все. И радость такая. Там, чемпионы меня там подбрасывают. Все хорошо, все. Только подбрасывали меня. Только я успокоился. Сел на лавочке там. Начинаю переобуваться. Сзади уже эти деревенские. Ага. Попался. Теперь ты у тебя точно из луков. Все. Пришлось бежать дальше, чем пионерский лагерь. Ну и так далее. Там подобное. Мама приезжает. Да что ж, с тобой опять такое. Все тебе гоняется. Это все потому, что я не хотел драться. Вот я к чему говорю. Потому что хотел быть, видать, письмом я. Настоящим христовым письмом. Но не было. Кто меня тогда учил? Не было ни занятий никаких. Но одно. Мама мне тоже всегда говорила. Сынок, или ты не жалуйся, когда приходишь, тебя побили. Или там сдачи давай или что. Ну чтобы я не слышал от тебя, что ты приходишь и ноешь. Ну и все, я привык. Так что никогда и сдачи не давал. Побили меня. Ну пришел, если никак, нос сломанный. Ничего. Сейчас уж грузинам, евреям называют. Как только не называют. А на самом деле просто решили ребята размяться на мне, восьмиклассники. Я в пятом классе. Сломали нос. И ничего никому, нигде, никто не в тюрьме не сидит. Ну может сейчас уже они сидят, кто их знает. Но я всем простил. Я потому что их потом встречал, уже будучи большим, уже сильным. А они там какие-то такие доходяги. Но я сказал, это вот эти меня били. Да ты что? Да давай, говорит, сейчас их измолочим. Я говорю, да нет, уже столько времени прошло. Я даже не вижу, что они... И потом с ними подружились, наоборот. А потом я им сказал, говорю, помните там пенали? О, мы, говорит, стольких пенали, что... Не, не помним уже. Я говорю, так у вас подарок-то вот. Пацаны потом меня... Эх ты, позорник. Надо же было морды бить, а ты, разве там можно так прощать? И меня зазирают на... Ну в общем и так далее. Давайте почитаем 2 Коринфянам 3 глава 7 стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камне, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей. Ну здесь ветхий завет полностью. По причине славы. Когда Моисей зашел на гору и Синай, и там пробыл 40 дней и 40 ночей, Господь дал скрижали, и после того, как он спустился, от него исходило сияние, от главы его. И ему приходилось закрываться, потому что жаловались. Братья его говорили, мы не можем смотреть на тебя. Сам он этого не видел, не ожидал такого. Вот это вот и есть слава. Показав выше, говорит нам толкователь Блаженый Феофилакт, различия между Новым и Ветким Заветом, который состоит в том, что последний, то есть Новый Завет, пишется, вернее, Ветский Завет чернилами, а первый духом, то есть Новый Завет. Тот на камнях, камень Моисей принес, скрижали каменные, а этот на сердцах, так же, что последний убивает, а первый животворит. Теперь хочет показать, что и слава Евангелия больше. Поскольку же, Евангелие с большой буквы написано, поскольку же закон имел ощутительную славу, то есть славу в лице Моисея, а Новый Завет имеет славу мысленную, которую никто не видит чувственно, то показывает превосходство евангельской славы посредством умозаключения. Говорят, что закон был служителем смерти. Не сказал виновником смерти, чтобы не дать повода еретикам, но служитель смерти. Ибо виновник смерти был грех, а закон подверг наказанию. Кроме того, закон был только буквой и не подавал подвязающимся никакой помощи, как подает крещение, но возлагал еще неизгладимые наказания. Ибо этот служитель смерти был начертан на камнях. Если таким образом закон при таком свойстве своем был так славен, то во сколько более имеет славы благодать, которая несравненно превосходит его? Прекровенно здесь обвиняет иудеев. Они, говорит он, были так грубы, что не могли взирать даже на чувственную славу. То есть Моисеев. Не сказал, что закон и скрижали имели славу, но лице Моисеева, ибо прославлен был Моисей, а не скрижали закона. Но и самую славу Моисея уничтожает, называет ее приходящей. Заметь, однако, что не назвал ее худой, но имеющей конец и перестающей. Ну, такой вопрос поднимаемый. Ветхий и Новый Завет. Как они по отношению к другому относятся? Нужен ли Новый Завет с ветхими, или ветхий с Новым? Раз тут говорится, что это тлен, а это смертоносный, а это животворит, может быть тогда Ветхий Завет вообще и убрать надо было? Что мы все с ним... Вот такой вопрос. Как бы стоит он сам здесь. Ну, Ветхий Завет это прообраз Нового Завета. Поэтому, как может быть Новый Завет, если не будет Ветхого Завета? Ветхий Завет это как фундамент для Нового Завета. Поэтому... Детоводитель. Детоводитель. Детоводитель, да. Это начало было. Это как только рожденный ребенок. А Новый Завет это уже то, что выше, намного выше и в духовном плане в основном. А там все в телесном было. Поэтому Ветхий Завет не может быть Новый Завет без Ветхого Завета. Где-то водитель должен быть и прообраз будущего все в Ветхом Завете. И мы много-много опираемся на Ветхозаветнее, на всех пророков, на всех... А можно представить себе, когда говорят Ветхий Завет. Обычно говорят Старый еще, Старый Завет. А когда Ветхий говорят, то у меня почему-то такое представление, как такая поредевшая какая-то ткань побитая. Я не знаю, есть ли у кого это или нет. И я это относил не к тому, что она старая такая, а к тому, что она относится к пророкам. Пророки всегда были, одевались, ну, очень скромно. Как обычно говорят, что вретище, это как Иоанн, как бы креститель, он такая копия как бы всех апостолов. Он все, что было, все собрал. Прообраз. Прообраз, да, всех апостолов, как бы. А потом пророков. Пророков. А, пророков, да. Пророков предтеча апостолов, будет говорить. Когда о Новом говорят, то есть Ветхий, он такой ясный для меня, всегда понятный. И когда говорят, да, Ветхий Завет не нужен. Я всегда думаю, да, у людей вообще воображения нету. Это сколько, если ты знаешь Слово Божие и Ветхий Завет, сколько сразу всего встает перед твоим взором, проходит сразу. Это начинается Адам, здесь одетый вот в эту ветхую одежду, вот эти кожаные ризы, хоть они, может быть, и не ветхие, но это уже все. Пророчество началось. И дальше, сколько всех гнали везде, Авраам, сколько он скитался, везде по пустыням, потом Иосиф, как ему в темнице не повезло. Эти братья туда-сюда ездят, вот это голод везде. Ветхий Завет идет, Давид, который во вреде щекается, чтобы ребенок его не умер, после того, как он страшно согрешил, предав своего лучшего военачальника, не подумав ни о чем. И так далее. Все это вот Ветхий Завет нам показывает, сколько всего. Эти скрижали, Моисей идет, и вдруг Моисеев такой, ну, одежда-то там, ясно, что не как цветок он одевался, не Соломон, да еще 40 дней, 40 ночей постился на горе. И вдруг он сходит, и от него такое сияние, никто понять не может, никто не спрашивает, не благодарит Господа за то, что такое прославление на человеке, божественной благодати увидели. Нет. Ой, 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 закройся от нас, невозможно на тебя смотреть. Как с тобой разговаривать, ты такой. Всегда какие-то жалобы, всегда стоны, и только пророки, как стена стоят, со Словом Божьим. Только через них все получалось. А Новый Завет видим, кто как стена стоит. Апостолы как стена стоят. Разве можно отбрасывать Ветхий и Новый Завет? Это дружба, как говорится, двух народов. Одного Ветхого, который еще не знал Христа, другого христианского. И они соединены вот этим камнем преткновения, вот о котором как раз поет косари размахались от Орли. Вот он, камень преткновения. И он, этот камень преткновения явился фундаментом теперь для двух стен этих, которые вместе стоят. Да еще язычников тут успели захватить в Новом Завете. То есть, пророки, они только говорили про это призрачно, что придут народы, там будет гора, там камень рукотворный отверстие ударил по этому идолищу, все распалось. А для тех, кто этого не понимал, как для Дарья, но он на 40, он наоборот услышал про этого идолища, давай его строить. Да выстроил-то огромнейшего. в 60 локтей 30-ти метровое идолище. Ну и, конечно, он его не делал глиняные ноги, он его сделал золотым, всего, чтобы показать, что будет он стоять. Не выстоял идолище. Почему? Ну а потому, что пророчество эти четверо вместе с Валтасаром, хотел быстро сказать, Мисак, Седрах, Авдинага и Даниил Валтасар, его назвали, и Даниила, Валтасар, он Даниил Валтасар был у персов. Они показали, это же все пророчества идут. И сколько мы можем увидеть? И горят эти, стражники сгорают в своих великолепных доспехах все, а их туда бросают в этих вретищи, и они там ходят, и тут ангел спасает их. Как без Ветхого Завета? История. Невозможно без Ветхого Завета. Да, страшен Ветхий Завет. Как не посмотришь за все убийства, за все, но это же буква, она написана. И на камне, резцом, Господь каким-то вырезал там, не знаю, потом сам Моисей уже выдалбливал, сидел второй из крижали, который первый разбил Божественный его. Тоже в этом многое заключено. Ковчег Откровения. Ковчег Откровения и спрашивают, а что преобразует Ковчег? Сектанты не знают. Богородица, чрево Богородицы. Там и Ветхий Завет, и Новый Завет. Ай-яй-яй. Никто ничего не знает. А нам этого надо. Если вам не надо, значит, вам и спасения не надо. Господь говорит, если вы желаете иметь жизнь вечную, жаждете, а эти писания свидетельствуют о мне, исследуйте эти писания. Пятая глава Евангелия Таана, 39 стих. Поэтому, ну не знаю еще о чем, можно еще, конечно, в защиту Ветхого Завета, но я так думаю, что лучше, конечно, его взять и прочитать. И вот эти сектанты, которые прочитали книги Маковейские, они, я вот проповеди их слышал, такие проповеди интересные получаются, потому что там же о спорте-то вообще ничего нету практически. Ну, телесные упражнения мало полезно есть. А там прямо о спорте в книгах Маковейских говорится, что спорт это тоже было, что и дал поклонство, чтобы отвратить евреев от еврейских юношей, от богопочитания, от того, чтобы они всегда в храме пребывали, молились, то есть тратили свое время на нужное, на душеполезное. Их пристраивали под эту попону мерзкую, как называли ее. Ну, то есть сверху крыша, чтобы и дождик не мешал, можно было заниматься. И вот они занимались там культурой своего тела, культуризм назвали. Культура своего тела. А никакой культуры нету. Одно без культуры. А еще для доброго самарянина оставил в гостинице два динария, которые являются прообразом Ветхого и Нового Завета. То есть Ветхого Завета. Обязательно. Два динария. Ветхий и Новый. Тоже, когда израненный был, на него возложил вино и лей. Это строгость Ветхого Завета и милость то, что принес Христос Нового Завета. Еще прочитаем восьмой стих. То не гораздо ли более то есть продолжение идет этого повествования. Сейчас еще раз. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Потому что буквы убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертывая на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа. Толкование. Так как назвал закон служением смерти, то естественно было назвать Евангелие служением жизни. Подчеркнуто все это у нас. Но апостол дал ему название выше, назвал его служением духа. Ибо Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но что гораздо важнее самого духа, дающего жизнь. Тем славнее значит он в сравнении с законом. Тем славнее значит он он это сейчас подождем не знаю почему он здесь с маленькой буквы это жалько и не подчеркнуто главная страна для меня да ну вот мы на этом остановились а вот Игнать Тихонович Лапкин имеет нам сказать нечто в комментарии своем и так умоляем от имени Христа распятого и грядущего судить мир прочите эти слова толкования и заучите наизусть Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь но что гораздо важнее самого духа вот в чем воскрешение России не в монархии не в ее богатствах а в Евангелии через Евангелие идет стяжание духа святаго Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь но что гораздо важнее самого духа вот мы три раза это прочли один раз толкование два раза Игнатих здесь напоминает ну духа Божьего сообщать что значит сообщать духа Божьего это значит мы участники в вечной жизни в Царстве Небесном Господь когда отходит Он дает утешителя кому Он дает утешителя утешителя на дух Божий но тем кто будет членами церкви его тем кто будет членами тела Христова тот кто будет участвовать в этих тайнах великих тайнах о которых Он говорит в 6 главе Евангелия от Иоанна от которых все отвернулись когда Он казалось бы Он же не будет метать бисер перед свиньями говорить тем кто не поймет нет конечно Христос премудрость и Он говорит перед этими людьми которые считали себя Его учениками и вдруг все говорят о какие жестокие слова как это есть тело пить кровь твою и говорит все отворотились от него и осталось 12 апостолов которые еще стоят и как-то видать сомневаются потому что Господь не повернулся и сказал а вы что не хотите отойти от меня и только Петр уже от лица всех апостолов сказал а куда нам идти у тебя глаголы вечной жизни то есть он как бы так сказал но и мы тоже не понимаем Господи для нас это тоже непонятно но так как ты говоришь о вечной жизни а больше никто не говорит а о вечной жизни говорили пророки то мы просто не знаем кому идти даже Иоанн Креститель он не говорит о вечной жизни он говорит о тебе ты мессия ты идешь впереди хотя он впереди тебя мы тоже этого не понимаем но мы с тобою и ты это видишь и Господь все это понимает он знает их сердца читает их сердца и принимает обратно и вот они 12 теперь больше никого нету теперь все заново нужно а мы теперь так спокойно там кого бы там ни было встретим каких-то знакомых там незнакомых а ты крещен а ты причащаешься первые вопросы что за вопросы такие нельзя такие вопросы задавать в нашей стране это не просто глупо это оно безнадежно это называется как называют златоуст неразумное дружелюбие прекратить все вопросы такие с людьми которых вы не знаете никогда ни с кем не разговаривать о причастии вот это интимно вот это спрячьте а то начинаю тут говорить ну как бы благовестие женщина уже давно известна знакомая думал верующая какая-то она как начала я говорю вот там об этом-то Христос говорит тише-тише об этом нельзя говорить я говорю может быть спеть песнопения какие у нас поют начинаю петь ты что такие глаза это же все такое интимное ты же как будто прям вот голый в чем разговор я говорю а о чем говорить-то можно так ни о чем в себе в душе внутри там копи что-то квахчи там на этих дрожжах своих я говорю а как же Христос сказал идти во всех быть для всех учительным приветливым о это вы там что-то у вас непонятно какая-то там ересь собралась вот вот что мы имеем в виду когда говорим о том чтобы надо быть ну приветливыми учительными и скротостью обращать противников которых сатана к себе уже обратил как их ко Христу направить а вот духа духа то Божьего нету я не знаю вот Игнатий Тихонович такие места он выбирает как он их выбирал-то я не знаю Игнатий Тихонович вот тут вот место по-моему ошибка произошла небольшая вот поглядите ну давай вот глядите ибо Новый Завет имеет имеет силу сообщать не только жизнь но что гораздо важнее самого духа дающего жизнь тем славнее значит он в сравнении с законом он почему с маленькой буквы это же говорится о Новом Завете а почему с маленькой буквы это тогда он да кто он Новый Завет ну он и должен с маленькой быть ну то есть как бы Новый Завет это как написанное с большой буквы только все то есть Бог и Богородица не ну а вот это что Новый Завет с большой буквы чуть это название когда без таймения берега без таймения с маленькой что так и нормально абсолютно нормально не пишется с большой значит мы правильно поняли понятно то думали может ошибка я сел еще ты не закрыл читайте читай почему ну конечно у самой точу разговаривать я согласился с другими так у меня просьба ко всем я сегодня узнал что у нас брат один николай более серьезно всем усилить молитву а братья нашим николаем уже и болезнь серьезно и поэтому надо чтобы он господь смотрел лучше для меня это печаль мы очень как близки были большой большой мастер по технике просто не выскажешь какой он дождался у нас замените заменитого давай как ремонт кручину может быть мог бы только он а так никого больше нет но тогда на больших так что молитесь о нем просто усилить и молитвы шоу мы то каждый день за него молились из контроля не прошло вопросов то нет да вот сестра нам читает послание галатам хочет прочитать какой это послание глава галатам 3 глава здесь апостол павел объясняет что из себя представляет вообще закон и как он для чего нужен так этот закон для чего закон вопрос стоит для чего закон после по причине преступлений до времени пришествия семени к которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника но посредник при одном не бывает а бог один и так закон противен обетование божиим вопрос никак ибо если бы дан был закон могущий животворить то подлинно праведность была бы от закона но писание всех заключила под грехом дабы обетование верующим дано было по вере в иисуса христа а до пришествия веры мы заключены были под стражу и закона до того времени как надлежало открыться веры и так закон был для нас где-то водителем ко христу дабы нам оправдаться веры библия у кого и по пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя ибо все вы сыны божие по вере во христа и все нашли я не понял а почему галатом перешли то нет это подтверждение пояснению мы сейчас об этом и рассуждали для чего нужен закон и как он же тут говорит вот перед этим читаем как служение мелкого служение смертоносным буквам начертанное на камнях было так славно что сына и зале не могли смотреть на лицо моисея в храм зайди там найди большую библию то не гораздо ли более должно быть славно служение духа служение духа то есть противопоставление надо понимать что законы нравственные закон церемониальные как жертву приносить это надо резко разграничить закон датка и гненка копыта оторвать здесь говорит о нравственном законе я сейчас прочитаю страшное место 1 библии и думаю что его никто не объясняет никогда я читал у златоуста и он не объясняет или перескочил или они не досталось потому что что касается и со сейчас если я не ошибаюсь давайте почту шестой том я на златоуста и там так вот и совет не найти сейчас надо найти я сейчас найду сам а где-то еще было больше размера больше на нишу но больше не считать я сейчас откроет потому что я на то многое не сохранилось он толкует салон 12 и сразу 15 и остальное нигде нету он не мог перескочить он по порядку толковал и там точки стоят и опять нету потом 15 и сразу 37 примерно поэтому может быть он и толковал 26 примерно глава 2 коринфон 3 глава 9 стих ибо если служение осуждение славно то тем паче изобилует славы и служение оправдания снова в другом виде говорит толкователь блаженный фефилакт вот нашел 24 сколько посмотри 16 и что ли стих просчитай вот под пальцем 16 слушайте внимательно от края земли мы слышим песен слава праведному и сказал я беда мне беда мне увы мне злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейские вот если бы вторая половина была предложение тут понятно что злодеи везде есть злодеи там депутаты коррупционеры все продают нигде ничего нет сейчас только в прошлом году только посадили посадили 8 генералов в российской армии генералов за взятки речь о взятках идет о миллиардах и там дальше дается на эти можно было построить две подводные лодки одеть а будет 250 тысяч солдаты прокормить при себе какая коррупция какой обман что делается это понятно злодеи при должности это страшные злодеи они под себя закон издают и дальше нельзя взять но впереди то какие слова читать снова и сая слышит от края земли несется молва какая слава праведному власть с восклицательным знаком слова большой буквы правильно праведному с большой буквы ну как можно за этим каких злодеев увидеть а слава праведному слава слава отцу и сыну и святому духу это одно и то же и вот он это услышал схватился за голову и закричал считай дальше и сказала беда мне беда мне беда мне подожди подожди беда мне беда мне какая же беда то когда словословие богу идет это одно и один и тот же стих один стих и вдруг услышал словословие праведному от края земли то есть отовсюду это идет молваш славим бога храм открытые аллилуйя я закричал беда мне беда мне что он не считает себя праведным кто он не считается иначе он не пророк да как причем ведь он праведный праведный с большой буквы это богу идет славами он как только услышал словословие богу он должен был сказать и я говорю слава ну по смысл так вот я иду допустим вот это аллилуйя и я запад подпевая аллилуйя слава отцу и сыну он когда он слышал зачем сейчас это время у тебя привычка если надо я заговорил даже замолкнуть я на звук они остальное проходит мимо ты не услышишь ты минуты не размышлял а я над этим делом провел как перед богом сколько дней ночи и открой господь открой и мне открыл господь я сегодня могу эти слова записать прямо в том шестой затоустов вот как бог открыл я вместе слышат из храмов колокольный звон и я схватился за голову закричал беда беда мне и дальше слова считай какие увы мне увы мне увы и потом что злодеи злодействуют злодейской и злодействию злодеи злодейasmine понятно пять раз слова злодейся нигде большим библии не встречается ну сказал бы так вот там то там тут все это оборотник лица и вот там кто то делает неправильно и он бы тогда сказал злодействием злодея это тут понятно но он слышит словословие и он совершенно не просто сказал бы вот говорите так а если бы так то было дожили бы поставку лучше Но нет, это единственный вопль на всю Библию То есть на всю вселенную, на все времена Один такой вопль был Беда мне, увы И дальше начал говорить И что злодеи злодействуют И злодеи злодействуют Это соответствует действительности Дух Святой говорил Пророк не сам говорил Но будучи движим и Духом Святым написано Это Дух Святой сказал И впереди слава идет праведному Тоже Дух Святой сказал Что это написано Но соответствует ли это слава И что в тем заключается Пожалуйста Ты понимаешь о чем речь? Я думаю это как раз о том говорится О чем мы выговорить просто не можем О том о чем батюшка постоянно выходит и говорит Перестаньте вы об этих священниках разговаривать Говорите о своих грехах А мы не можем отстать Опять начинаем что-то говорить Но этого мало Потому что вопль то был уже Надо вопиять только и все Господу Потому что вокруг свои А своих нету Это то же самое что в гулаге людей И Сталин теперь сидит Напротив него этот Которого генерала Которого он там мучил Это 15 лет в лагере Он сидит Вот теперь уже вот там война Нужны генералы Ты наверное спросишь Почему тебя посадили? Неправильный будет вопрос Твой Нужно сказать Когда тебя выпустили вовремя Вот как ты говори Это вот как раз Все к этому А тот сидит Ничего сказать И он молчит Он ничего не может сказать Его взяли Посадили Все Он был то честен Перед всеми А везде слава КПСС Слава КПСС На каждой крыше Везде Ну забыли? Да все было Везде слава КПСС И все сидели И нигде такой тиранины не было В общей сложности 100 миллионов голов отсекли Аминь Погубили страну какую Весь мир заразили Заразой коммунизма Везде везли и везли А сейчас перестройка Началась миллиардами Все везде Танки Все Все простили Всем И Египту простили И Эфиопию простили И Алжилу простили Все простили А свой народ жил Более богатной страны нету И более бедной нету Одновременно Вот что удивительно У тебя огород хороший Дает много картошки А пошла убирать У тебя ничего нету Все отобрали Один мешок оставили Это вот примерно Вот эти стихи Вот это что-то 24-16 Исайя Прошу выскажитесь Кто еще как знает Ну Не слышу Ну ладно Да я знаете Хочу привести пример Это вот когда Левиафан Фильм смотрела я Понимаете Вот вроде Смотришь А вообще А чего показывают-то Я смотрю А чего показывают-то Это я пережила Это так было все Это над нами так издевались Это превращали нас Вообще в ничто Нас Ну как бы сказать Нас Все Превращали в человека Ну как Хотели так Из него все Выкручивали И он оставался один И ребенок там И мать Сатане отдали Это самое Чтобы она в блуде погибла И ребенок остался И мужа в тюрьму И вот это с нами И поступили Нас как будто Над нами издевались Как будто Сатана пришел к власти И он над нами Издевался Над Божьим человеком То есть те люди Которые что-то хотели Делать доброе Оно превращалось в зло И его убирали И все молча Этому Ну ладно Ты короче скажи Как так далеко Разводишь Не дождешься Я думаю Что люди Которые Как мы жили А у нас не было Славы этой У нас не было Это слава Это все было Иллюзорно Ну надо было Только сказать Или умереть Да Вот два выбора Определенно четко Вот эти которые Зарезали коптов Дойдут они До нашей общины Будут нас резать Или нет Они Французов Немцев Христиан Вообще за христиан Не признают А как А вы Ливию бобили А вы послали самолетов И все дело Это христиане Да конечно Мы как жили Какое государство было За энергию не платили За газ не платили Ребенок рождается 75 тысяч долларов Ему на книжку Сразу кладут Каждому ребенку Вот как жили хорошо И все разрушили Это вы Без вас бы ничего не сделали И поэтому Резать их всех подряд И понятно А вы как Да никак Плакать надо Это слуги дьявола Режут то голову Он человек убийца И ложь Но слуги то дьявола Они без воли божьей не придут Он допускает И слуги дьявола Екатерину Мученицу Мучили Но она молилась за них Она не говорила Убей их Святые молятся Доколе не отомстишь За кровь нашу Но как отомстишь То есть Чтобы они через мучения Обратились к Богу Они просили Не то чтобы в ад послал их Вот как Это очень все Касается нас И теперь вот этот Крик Исаии Надо перенести Через 2700 лет На наше время И применить Конкретно к себе Я расслышал Это или нет А где это Сегодня так А не окажусь Я виновным Может быть Мне Слава Я то думаю Ой слава Слава Я не буду видеть Злодеев Злодействующих Злодейских А где они Больше всего Эти злодеи Да как Христос Показал Где они же Его и распяли А то Это и вещь Кто распял Это надо увидеть Но до Христа Еще 750 лет Да ну Мы же говорим О Ветском завете Ну да О пророчествах Понимаете Просто Библию А ты Библию читаешь Вот спрашивают Читаю Я вчера Отмечал по интернету Раньше я проводил Иногда 10 часов Размышления Чтения Библии Потом меньше А сейчас Я только отрыв Считаю Где я все время Работаю с Библией Но не по порядку По порядку Она мне известна Мне не зачем Ее считать по порядку А я каждый день Беру новое и новое Почему я работаю Вот каждая книга Вот смотри 30 томов Только открытым оком В каждой Я Библию привожу 33 тысячи Вместо Библии В каждом томе В среднем 3000 Так это бывает И надо целый пакет Это заодно идет Сколько я с ней вожусь А умножка на 30 Тот уже 100 тысяч И сегодня я начинаю Вникать в самое таинственное Что касалось И не нашел И святых отцов Где я прочитал толкование Там все Уже стало на место Так внимание Смотрите Не пропустите Ни одного слова Приучитесь смотреть Прямо Я сегодня стоял Здесь на земле Чтобы кровь Тебя будут бить Ну научитесь правильно Понимать А когда прочитал А потом сам еще один раз Просмотри Какие предыдущие слова были Какие последующие Ты понял Сколько здесь закрыто Ужас один Я понял Что это Речь идет о церкви Невероятно О церкви И сейчас я только Прочитал об этом Как будут золотить храмы И не только Говорят о колокольне И внутри и снаружи Будет невиданное Благолепие Но ходить туда Нельзя будет Кто это говорит Анатолий Там младший Это все Канонизировано Оклинские старцы О каком времени Говорили они Феофан затворник Говорит Сказано Врата Да не одолеют Церковь Но нигде не сказано Что церковь Останется в России Она может остаться В Финляндии Там в Румынии Где-то Но что в России Нигде нет Судя по всему Говорят Одно-два поколения И вера православная Исчезнет Видимость будет Но одна видимость Подлинного духа Не будет Кто говорит Иоанн Кроштадский Кто говорит Серафим Саровский Понимаете Я уже выбрал Все которые говорят Да как вы что Не слышали Слышал А как теперь А теперь сравнивай Внимательно Смотри У нас спрашивается Почему они не хотят Ничего делать Потому что Первое не выполнено Ну допустим У моего знакомого У батюшки Глава А губернатор Знакомый Близкий Они приезжают Друг к другу Бывает Этот губернатор Ему помогает Ну вообще-то Я не против Замечательно Я только сказал Ты поговори с ним Чтобы не маленько Отстегнул Денежек Я бы там книги Издавал И вдруг За ним Замечено Его арестовывают Сидит под судом И 14 лет Просит ему Да не знаю Суд закончился Как-то 9 лет Дали И все Ни губернаторства Ничего нет И пошел Да его Отзывать-то Я еще дорогой Еду Батюшка Мне смс Сбрасывает Помолитесь О нем Он такой Хороший Я говорю Хороший На суд-то доказывает Что он делал-то Он миллионами ворочал Землю там продавал Нету Ну кое-что там И еще не продал Ну уже Договор с остальным Был доказан Было уже Все Ну и в этом дело Одна сделка Не доказана А сто доказанных Но ты рядом был Как ты мог Этого не видеть Не знать Как ты Не молился О нем Или что Ну ты-то должен был Ему сказать Ну вот мы ходим Здесь по двору Гуляем Вот здесь вот Директор ликера Водочного завода Роберт Робертович Пальталер Это очень известная Личность Это главный доход В городскую казну Он мне так и сказал Я наполняю казну Я говорю Ты ад наполняешь Грешниками Ты лучше бы водой торговал Я возвращаюсь Летом А его сняли И начальником водоканала поставили Он говорит Вот ты мне напророчил А у него как заходишь В приемную В приемную Например Он до того конца Наверное надо С нашей детской И все уклеены Этими Рамочки везде Какая водка хорошая Какая на конкурсах Больше сотни рамок Там висит у него Какая водка у него Замечательная А эту водку Дают частникам Частники торгуют Тоже людей в ад Загоняют А потом удивляемся Что Что-то у нас не ладится Да где же мы христиане То есть мы христиане Должны были настать Вот я ему сказал Мы ходили с ним Он не просто Прижехал ко мне Он помогал мне Он мне очень хорошо Помогал лагерю Но я ему это сказал А теперь его перевели В Горный Алтайск Он там вице-губернатор Что ли стал Но все это запомнил И мало того Позвонил мне И сказал Значит в человеке Есть много хорошего Но это надо коснуться И не промолчать Он мне помогал Я промолчал У меня Баварина Был мэр города Здесь был не раз Я ему все это говорил И мне у него Был там общинников И говорит Когда у Баварина Пятидесятилетие Тут было кажется Вот И в это время Много подарков Поздравительных Ну и я туда же Подсунулся А благодаря ему Я вот эти дома-то имею Так абы не он Не иметь бы Ну я ему написал Все у меня Оно где-то сохранилось Это Так он интересно Комнату Завалили подарок Он говорит Обычно дают это Когда человек умрет А мне говорит Живому Как на похороны А ваше На обыкновенном листике Вот так вот написано И он говорит А у него там Такие пензелями В рамках дали ему А ваше Он так вот взял Говорит Ходит Почитает Почитает Опять походит Опять возьмет Опять читает Владимир Николаевич Это мне уже говорит Человек Который был Написано Обыкновенное На бумаге Без всяких пензелей И оно его коснулось Я сказал ему О вечности О скоротечности Этой жизни Раз меня Бог С ним ввел Это означает Что надо Позаботиться Друг о друге Мы для того И встретились Чтобы рассказать О любящем Господе Ну нет этого В самом деле Этого нет Где встречаются Вот Воспоминания И воспоминания Дает человек Очень большого звания Ну атеист Лютый безбожник Просто лютый Он только за атеизм Но говорит Я близко был Знакомый С Гудяевым Кириллом Он у нас был дома Мы у него Это все в газете Напечатано Ну и Какой грамотный человек Какой умный Чтобы она не умерла Зря Но дальше спрашивает Ну а как вы о Боге О Боге Закрытая тема Мы никогда с ним О Боге не беседовали Это в современном Патриархе Я не добавляю Не сужу Но просто свидетельство Но я по неволе Уже начинаю И думать Если тот такой человек Большой Имеет доступ К тысячам людей А ты в это время У него бывал И они тебя любили И вместе там На курорты ездили Все Откручивается Это Ну редко кто Кирилл Кому попало Не поедет Ясно дело Что он им доверял Ну почему бы было Ну открыть тогда Почитать Хотя бы один раз Библию Он говорит Никогда Это все Не было То не было Но я знаю Что можно это делать Можно Я рассказываю Что люди В десятки раз Выше меня Должности Да из кого В сотни раз выше И о Боге Они приняли И слышали Этого не было Первые Замы Главы администрации Суриков был Александр Александрович Он послом был Последнее время В Белоруссии Я у него был Я успел Сказать ему О Боге Понимаете Вот Сказать Ты уже тогда Невиновен будешь Сказать Не о самом себе Вы слышали Такая была Ремнева Надежда Степановна В краевой администрации Она была Первой секретарь Кажется Центрального Райкома партии Кто знает Слышал о ней Знаете Да Ну Партийные Об них и говорить не надо Но для меня Она хороший человек Когда я судился Она дала Суд какой-то Написала Перестаньте издеваться На Гладкиным Вы сколько правил Нарушили там Параграфов Решите этот вопрос Окончательно И она сдвинулась С места И мы неоднократно С ней встречались Я ей что-то там Подарил книги Кажется Она партийный деятель Я мошка какая-то Но мы нашли с ней То что освещает Я к тому говорю Люди которые имеют Больший пост Как было им это Сейчас вот Я сказал Прочитали это Улыбни Возьмите это Эпиграфом И пишите Пойдите с этими словами К священникам Скажите о ком это говорится Несется слава На самом деле Все злодеи там собрались Почему Как он это понял Что не может там быть Слава праведному Где злодеи одни собрались На меня нападают священники А 50 правило Если крестить Не три погружения Да будет извержен Апостольское 50 правило Да будет извержен Он не священник уже Он извержен Потому что он защищает это И Милошь толкует Этот епископ Только извержен А раз его не извергли Он теперь укоренился Там А у меня закон не закон А вот он закон то где Вот ты про закон читала А для них нет закона никакого Они все под себя подняли Ну закон для этого Я на красный свет поеду А то он и долбануло И нету ни Мара Нету ни губернатора Ну вы знаете Евдокимов погиб на дороге Они думают Здесь как-то То там по другому будет Не будет по другому Нарушил правила И ответ очень Серьезный Злодеи злодействуют И злодеи злодействуют И злодействуют Почему они под себя законы Переменили И прочее За ними не успеть Никак Они все оправдывают Оправдывают Любое беззаконие Вот допустим Этот коррупционер Я ему говорю А разве можно так Это брать взятки А кто сказал что можно Он берет Но он не защищает Он не защищает Этот защищает Нигде не защищает По церкви Любое беззаконие защищает И так ты можешь защищать Когда правило говорится Семь вселенских соборов Две тысячи епископов Да нет уж Как архиерея И скажет Да архиерея Кто это такой-то Вщущего трухой набитая Кагбешники поставили Вот ты трясешься перед ним Восстань перед ним И скажи Да я буду меня уволить Еще ни одного не уволили за это А ты начни делать правильно Другой правильно А архиерей запретит троих А вот теперь уже трое пойдете И скажете Мы исполняли каноны А архиерей запретил И его уберут Вы трясетесь Вспомните Наполеон говорил Бонапарт Главное вязаться Абдраху А там видно будет Пусть отлучат За то что правильно крестил Ни одного священника нет такого Ни одного А только трясутся Злодействуют Злодеи злодейские И поэтому Славословие не приемлется Я подумал Это кто славу поет Богу Это кто золотит купола Увы мне Горе мне Я не могу их всех Разоблачить до конца Но Исаия это увидел Они ему не простили Это они деревянной пилой Перепилили его Слово Божие Живо и действенное Это написано Для нас Достигших последних веков Первое Коринфянам Десятая Глава Шестой Одиннадцатые стихи Теперь считай свое Девятый стих Ибо если служение Осуждение Славно То тем паче Изобилует Славою Служение Оправдание Десятый стих То Прославленное Даже не оказывается Славным С всей стороны По причине Преимущественной Славы Последующего Толкователь Положеный Федорович Что я Говорит Сравниваю Ветхий и Новый Завет между собой Превосходство Нового Завета Таково С всей стороны То есть При сравнении Что прославленный То есть Ветхий Завет Представляется Вовсе Не имеющим Славы По причине Необычайной Славы Нового И хотя закон Был славен Сам по себе Но по причине Превосходство Евангельской Славы Является Бесславным Заметь Что и этим Одобряет Ветхий Завет Ибо сравниваются Обыкновенно Вещи Сродные Говорили о превосходстве Нового Завета Ну часто Это превосходство Нового Завета На такой степени Новый Завет Он Затмевает Ветхий Что Ну просто Ветхий Завет Отбрасывают И все За ненадностью И говорят Да мы же Новая тварь Христос Творит все новое Вот мы поэтому Сейчас Решили бриться Решили что Иконы не нужны И Возникают И возникают Новые сообщества Этих Людей Которые Не принимают Ничего Из Нового Завета Потому что И из Нового Тоже Потому что Как ты узнаешь Новый Завет Если ты не будешь знать Ветхий Поэтому они не могут Принять ничего До конца А сколько всего Есть Через Благословение Через Толкование Церковное Вспоминает Анатолий Кузьмич У баптистов Брал толкование Златоуста И потихоньку Мысли эти брал Которые у Златоуста И выставлял На проповеди У них там Это очень ценится Когда человек Проповедует И толково Что-то объясняет Тем более Для души полезное И к нему Подходили Как ты так Откуда у тебя Такие мысли А он говорит А я им не сказал Что из Златоуста Хорошо Что почитал Ты мне Дал его почитать Игнать Тихонович От брата Нет Ну это же Игнать Тихонович Надоумел Почитать Когда почитал Человек Понял А если бы Идти открыто Это же Тоже Своеобразное Лукасство Все думают Что это от тебя На самом деле Это от церкви Истинной Знаете Баптистам Лукасство Я им спрашиваю Порядок такой Скажите Вы Библию признаете Что она Божественна Ну я вижу Ее любите У нас все Людят Библию Сначала Нужно утвердить Что они ее любят Ну договорились Все Будем расписываться Да нет Это мы никогда Не отрекемся От этого Уже смеются Знают Что отрекаться А почему У вас 66 А не 77 книг А откуда 77 Он даже не знает Что там У нас Библия 77 Но у вас 66 Так а там Апокрифы Ну назови Апокриф Он не может назвать Апокрифы Это поддельные А это не канонические То есть они не вошли В канон Канон не вошли Потому что не были найдены На еврейском языке Ты это знал В свое время В свое время Теперь уже Правильная поправка Вот и все А как вы узнали Что вот такие книги А еще были книги Откровения Исаии Апокалипсис Исаии То есть Примерно 22 книги О которых упоминает Сама Библия Но о которых Библии нету Книга царей Израилев Книга царей иудейских И перечисляет Ахи Книга пророка Ахи Их нигде нет От их книг Но на них ссылается Но в завете Павел ссылается На послание к ладикийцам А его вообще Нету нигде Три послания Было к коринфянам А осталось только два А как вы узнали Да потому что Это принято было Это 85 правило апостольское Какие книги считать Каноническими Какие церкви Можешь считать А потом Ладикийский собор Там карфагенский Подтвердили Это и все И одна книга Которая не вошла туда Это третья книга Ездра Ее нигде ни разу Не помянули Ну а потом Потому что она была Найдена позже Найдена в латинской Вульгате Она не найдена была В греческой Да нет А потом оказалось Вульгату занесли Да еще упустили Сто стихов Она сейчас Такой брюссельской Аминь Вот какая штука Ну и вот Когда начинаешь С ними говорить Скажите А Евангелие Почему только четыре Вот только четыре Ну а куда Василиска делась Какого Ну было Евангелие Фомы Евангелие евреев Их было около Двадцати Евангелий Откровения различные Да разве было Было А где это Да это ваш учитель Говорит Профессор Марсенковский Владимир Филимонович А как тогда Получилось четыре А так говорит Взяли Положили на престол Все Там Сколько Двадцать Евангелий И запечатали Помолились Утром пришли Все на полу валяются А четыре лежат Четыре Бог оставил свои Он их не сбросил Ну Так разве так Потому что Доказать нельзя Само было запечатано Но если бы Говорите не так То сознание наше На престоле Сознание оставило бы их Потому что О другому не противоречит Ну вы согласились Согласились Ну теперь давайте Дальше говорить Да вы знаете Что в канон церкви Первоначально входили Еще книги Послания Климента Римского Да вы что Ну да Они входили туда А нам потом Собор Решил их читать Отдельно Отдельно читать Они так и остались В святоотеческой литературе Но отдельно Вычленить их То есть они Из Нового Завета Осталось 27 книг Они думали Тогда А в Новом Ветхом 50 50 и 27 77 Две семерки У вас две шестерки Вам ничего Это не говорит Одной не хватает А теперь Теперь я говорю Вы считаете Перевод этот правильный Ну как Так Они наизусть Кое-какие места Даже знают баптисты Но перевод хороший Ну как сказать хороший Ну Правильный где И все читают так А кто его перевел Как перевел Ну он же не в оригинале Это русских то не было Это же на еврейском языке Было на греческом А кто перевел Они ничего не знают Это конкретно К нам по Теряевку Приехал Сын Валентины Сережа С Руфи своей Я ему вопросы эти задавал А вот тут Когда зашел Он такой Парень Все знает А когда стал говорить Он ничего не знает Ни одного переводчика Я говорю Ты слышал папский Герасим Петрович А кто это такой А Матфея Евангелия Кто перевел Это он Псалтырь Это он перевел Ахвольстан Давид Аврамович Это большая часть Ветхого завета Ну Все Встал и пошел Он разговаривать не стал Почему Один так разговаривал Когда со мной Я откликусь немного Ну а совсем не знает ничего Ну А ему неохота сдаться А она девчонка такая Острая на язык Ну а хорошо Ты дробь Ты знаешь что такое В школе-то двоечном Он сказал Тут-то я знаю Шестой номер Это на Бекаса ходить А первый Это можно на Волка ходить Ну я ей сказал Какой первый Как все грохнули смеяться Это дробь Это счастливый Знаменатель Он говорит До того мне обидно стало Я решил Обматерю и уйду Последний голод Больше ничего не знают Дробь Ну вот так и у нас Если разговариваешь с кем-то Ты подведи его к тому Что это все православные сделали Православные каноны Они выделили нужные книги Они собирали Они сравнивали Они переводчиков учили Вполне на благодати Духа Святого И уже двое канонизированы Глухарев архимандрит Макарий Алтайский проповедник-миссионер И митрополит Филарет Дроздов Уже два переводчика канонизированы А то новые какие-то переводы Кстати, а где этот болотник С переводами алтайскими? Не знаю А тут недавно про шаманизм начали говорить Тут на Алтае шаманизм опять развивается Я все думаю Ну где же эти наши переводчики-то Алтайский язык-то Когда же они выйдут? Это не будем говорить Давай считать дальше Главное всегда помните Будьте благодарны Что у Бога труженики везде есть А в их время было так Что злодеи злодействуют Злодейские славы Было, но они на это не смотрели Они продолжали работать И какой выход нам? Работать А где злодеи злодействуют? И там работать Всюду везде работать И из них Господь героев может найти И мы знаем, что это бывает Вот так Но это сначала нужно осознать Где несется больше всего славы Там больше всего злодейства Понятно? Крепко за это держися Безнадежная обстановка Полностью известна только Богу Потому что как бы ты ни сел Все равно Одна четверть может прорасти Бывает при дороге поднято Бывает и вообще в тернии Еще не вырастет Одиннадцатый стих Ибо если приходящее славно Тем более славно пребывающее Конец Теперь блаженный феофилакт Приводит другое умозаключение Если в славе дан закон Перестающий И подлежащий отмене То тем более будет в славе закон Непоколебимый Вечный То есть Новый Завет Как ты считаешь Доказательства сильные Павел дает Или не сильные Евреи когда это читали Они могли поверить Словам Павла Да сложно это конечно Я всегда думал Павел корепей мысли Но доводы у него Никудышные Совершенно Доводы Опровергать даже не надо Доказывать ничего не надо Ни на чем не основаны Но Мы приняли Что это от Духа Святого И только поэтому Я говорю Это превосходит все Что знали евреи Но доказать что Павел Доказал И он доказал евреев Он не мог это доказать Превосходнее Что превосходнее Знать не знаем Меня тогда осадила Здесь еврей Которая у нас была Фаина Соломоновна Я говорю Вы верите А Христа за Бога Не признаете Ну а вы вообразите Что вы в первом веке Находитесь Ну Ну и как Захей Пригласили его себе Вы поверили бы Что это Мессия Поверил Ну а поверили бы Что это Бог сидит Нет не поверил Ну а еще спрашивают И мы не поверили По сегодняшний день Такие Бог сотворивший мир Невместимый Необъятный Сидит с тобой за столом Она меня Фаина сразу посадила На место И я говорю Я не сужу Я знаю что Сегодня я принимаю Но тогда я не мог бы Принять его за Бога Никаких данных нету А теперь мы знаем Воскрес из мертвых Церковь развелась Сошел Дух Святой Обещание выполнено Сам Христос Явился Павлу Теперь много свидетельств Что это был Бог Есть Бог И во веки Бог А тогда ничего этого не было И Господь и не спрашивал Судей этого Мессианство было тогда В первом веке При жизни Христа Когда он воскрес Содня 50 Мессианство должно было кончиться Нужно было веровать По православному Сколько времени Вам понятно рассуждение Это неправильно И поэтому К себе прикидывай Хорошо что я родился В 20 веке Полтора часа Мы занимаемся Еще полчаса Сколько там Мы час занимаемся Так Вопрос ко всем Кто хочет пойти Сегодня на паровесе Вы относитесь К числу тех Кто ходит на занятия Я сегодня говорил Они подействовали на людей Все равно не остались И ушли Они вряд ли придут На канон Андрея Критского Им главное Лишь бы в воскресенье прийти И не попасть Под жернов Правила И все Но это все кончится Я не верю Чтобы уставили люди до конца Надо гореть всегда Везде Ну еще 12 стих Имея такую надежду Мы действуем С великим дерзновением Толкование Блаженный Фехилахт Поскольку Приписал Новому Завету Необыкновенную Славу То тем Которые Услышав это Пожелали бы Видеть славу Его чувственно Говорит Говорит Что мы Имеем такую надежду Какую Вопрос задаем Ту что все мы верующие Удостоились Большего Нежели Моисей И потому Пользуемся Большим дерзновением Относительно Наставляемых нами Ничего не скрывая Ничего не опуская И не покрываем От вас лица Как покрывал его Моисей От иудеев Ибо вы не так слабы Как они Моисей же Когда получил Скрижали В другой раз И сошел с горы Имел такое Сияющее лицо Что иудеи Не могли Не подойти к нему Не говорить с ним Пока он не закрыл Лицо покрывалом На историю Этого события Указал Апостол Павел Когда говорит Следующее 13 стих Надежда Надежда дает Действовать С дерзновением Вроде бы Неучительные Нигде не учились И обязательно Спросят А где учились Начнешь Когда разговаривать О Христе Ну вот Игнативность К чему Приглашают сейчас Обязательно Могут Такой вопрос Задать Ну стоит отвечать На этот вопрос Не стоит Не знаю А вот О Христе Это рассказать Надо Конечно Будет Я вот утром Встал сегодня Только на флоруме Мне забросили Порядка 8 вопросов Ну вопросы Бывают частного порядка А другие Это именно Вот о Боге И ты должен Сразу определить Он ищет это Или подыскивается Надо решить сразу Одного не определил Я ему ответил Как есть Он второй На второй У меня заготовка Если отвечаю Только на один вопрос Остальное можешь найти Там-то У него работа Еще улезет Вижу Нахальничает Еще два раза Я могу от него избавиться А который зашел Оууу Я сколько здесь нашел Я сейчас буду Все время здесь Другие А мы тут Поснемся С утра до вечера На ваших ресурсах То на форуме То есть Надо понять Чего он Человек ищет Мне неоднократно Просятся Чтобы прийти Навстречу Вчера один звонит с Тобольска Я вот такой-то Родился там-то, далеко ли Мамонтово Там был в Тальменке и прочее Надо определить сразу, а что он ищет Что Как-то зашел один ко мне и начал сразу Все, это врач, какими методами он лечит Я говорю, мы на это не обращаем внимания Надо учиться балет Я говорю, часто врачи обманывают Иной раз бывает у их успеха Ну и никак не может его свернуть Я говорю, тогда разговор закончил Он завтра на меня выходит и говорит, я еще не рассказал вам Что я лечу нетрадиционно, гипнозом И как ко мне являлся сатана И как мы с сатаной встречались А я уже почувствовал, что в нем что-то неладно Ну я его закрыл Больше какой разговор с сатаной Так он находит других, да начал там такие Слова нехорошие говорить Ну недели две прошло, как будто затих маленько Вот и все Когда много определяют Для тела Это уже настораживает Бывает гонимая Вот такая Муж Гуляка Просто гуляка где-то Мать ему подписала дом только потому, что он развелся со мной А живут вместе Живут в одном доме И он приводит женщин при ней Они надея издеваются Ну вот она теперь, помолитесь о нем И он по интернету еще там их Дарит им что-то там И договаривается Встречается Я все уже Я давно уже говорил Ты перетерпи это все Ну пробесится Может быть опомнится Тем более тебе жить негде Я ребятистишками колочусь там на работе Ну невыносимо уйди А куда я уйду Тогда не спрашивай Живи Тебе уже не о чем думать Что ты за одного держишься У каждого мусульмана 4 жены Может быть А у него все только 3 Ну успокойся Приватизировала ты его Ну пожила маленько Детей нажала Успокойся У тебя выхода-то никакого нет А так ты смиряешься Ты наверное не смиренная была Ну да Вот мы находимся В Германии У Валентины Сартисона Там мы все записали Я говорю Ты одна осталась Ты немец-то тебя оставил Наверное умничал Ого Я все время считал Что я умнее его Ну и как Ну вот одна осталась теперь Я его прямо унижал Прямо это Она говорит все Почему же она верующая Она обратилась Она ничего не скрывает Она на кухне говорит А я ей все записываю И она видит Все официально Вот она умница просто Ну она не отчаялась Одна и там Дочери у нее И внучата И благодарит Но она нигде себя не оправдывает Вот так надо жить Да я была не права Все время умничала У него нет такого образования Как у меня Я в каждом деле Старалась доказать Вот как Рейсова Рассоната Муж говорит Вот эта собака Она взяла Золотую медаль Она тут же выскакивает Не золотую А только серебряную Ну может быть И действительно серебряная Собака-то тебя еще не кусала Ну отстань ты Ну при людях Ты любишь преувеличивать Где-то Вот зараза какая Она вцепилась Он не может от нее никак отстать Ну и кончилось чем Убил он ее Зарезал Ревность была И все И везде Что бы он ни сказал Она старается Напоперек все знает К Рейсова Рассоната Льва Николаевича Толстого Жены Сестры Ну научитесь Никогда с мужьями Не спорить Никогда Вот хорошо выступала Одна мусульманка Она говорит Он приходит с работы Как мы сестры встречаем их Он по повелению Аллаха работает Он приходит Да ты его обними Да ты поцелуй Да ты привет его А ты так его встречаешь У него и так Сердце слабенькое уже А ты ему Раз противоречишь Он стерпел А стерпел Значит эмоции не вышли Все внутри А когда женщина плащет Она разрядку делает Она живет дольше Минимуму 12 лет Мужа нет Вот возьми Который у нас есть И все Одни Ну бывает Жены развелись Я спрашиваю Ну развелась А муж что где Да помер Тоже помер Чего Не утянет помер Я вот тоже Игорь Тихонович Простите Не быстро не получится Тогда не надо Нет Вы рассказали Вот на вашу тему Начинаете Я приехала туда Где я Ну родилась И вот У меня У подруги У брата У моего Друг там Он директор Подробностей не надо Развелась Нет Слушайте С ними случилось У него случилось Такое несчастье Она попадает Пошла за грибами Ее два дня Или три дня Искали все И случайно Около поезда Оказывается шли И поездом ее задело И куда-то Ее нашли Вот в таком мусоре Где вот там Такие низины На третий день Только он ее нашел И лечил Два года Вылечил И у нее сдвиг такой Ну зато она какая хорошая стала У него столько Поклонниц Столько там Любовниц И когда он не пришел Она Коленька ты мой Да ты мой любимый Он всех любовниц Кинул Ездят Теперь купаются На лыжах ходят Везде все вместе И она его приглаживает Я заболел Смотрю У меня болеет Она побежала Что-то я покормила Потом опять пришел Опять побежала Я говорю Коль пойду Я к твоей жене За ней поухаживаю Да ты что Это Я потом пришла Все-таки посмотрела Ой Все за ней Там все ухаживает Там горшки Выносила все Вы представляете Чего она достигла Не упрекая его А за грибами И ходит после этого Нет? Ходит Опять за ягодами ушла На второй день Только нашли Удивительная история Ее как звать-то? Ее звать Людмилу подел Нет Не Людмила Скажу Нет Людмила Тамара Ну ладно Не надо Продолжай дальше А то она сейчас захватит И не просушит до конца У тех соседов Которые жили там Через пятый угол У соседа Какой садик Абель был Тринадцатый стих А не так Как Моисей Который полагал Покрывало На лице свое Чтобы сыны Не взирали На конец Приходящего То есть Нам не нужно Покрывать себя Говорит толкователь Блаженный Феофилак Подобно Моисею Ибо вы можете Смотреть на ту славу Которую мы Имеем Разумеется Славу Евангелия Хотя она гораздо Блистательнее Моисеевы То есть Вы можете понимать Тайны Божии А именно Евангелие И нам не нужно Закрывать их От вас Неясностью Как покрывало Израилья Израильяне 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 Как плотские Не могли видеть Что закон Имеет конец И что он Будет отменен Ибо покрывало Означает Плотский ум И Их Как узнаешь Ниже Некоторые Понимали Это так То самое Что они Не могли взирать На лице Моисея Показывало Что эта слава Имеет конец На лице На лицо О Ибо Как скоро Не видали Славы То ее И не было И сим Показано было Что она Кратковременно Потому что Не проявила Себя Славой Ну как бы Доказательства Такие идут Хотя Как бы уже Они говорили Доказательства Для многих Непонятны Доказательства Никакое Почти Вот еврей Я еврей И в это время Павел так говорил Я все время Примеряю к себе Ты поверил бы Павлу Конечно нет Закон написан Был вечен А вот он Покрывал Означало Неясные места Прикрыты Это теперь Толкует Ничего этого Не было Для евреев Это не доказательство Для меня Это доказательство Потому что Я верующий Принял Это канун церковный Павел Но которые Слушали послание Никакого доказательства Нету Он просто отвергает Вот так Пришел сейчас Коран и говорит У вас Евангелие искажено Неправильно И поэтому он гонит Это тот же самый Коран Что Павел пишет У нас же Надо реально Посмотреть А не потому Я обцепился В это А почему ты веришь Благодать Духа Святого Мне это открыла И я поверил А тогда бы был Я бы не поверил Это не доказательство Я должен Ну реально посмотреть Критически Посмотреть И не судить А раз я бы не принял Я не сужу Того кто не принял Я не могу его судить Потому что Это я сам себя бы осудил Вам понятно что говорю А У нас была Валентина Павловна Угорлана Ну и как-то Мы говорили С ней Вот Ну она там Потратила Многое Все это Зряш Я говорю Ну зачем ты так делал Игнати Ну мы же христиане Ну что мы О таких вещах Будем говорить Я бы еще не сказал Она сделает неправильно Погубила многое И у ней Главный довод был А мы же христиане Ну что мы Об этом говорить будем Ехала в трамвае Забыла корзину белья Ну забыла Белье то не твое А мое К примеру говорю Ой ну Белье корзина Ну что об этом говорить Да мы же небесные люди Да нам это и не надо уже 14 стих Но мы их ослеплены Ибо то же самое покрывало До ныне остается Неснятым при чтении Ветхого Завета Потому что оно Снимается Христом Блаженный Феофилат Ослеплен говорит Ум их И потому Ни те Которые тогда жили Не видели Ни те Которые теперь живут Не видят Как ослепленные И имеющие На лице Моисея Тоже покрывало Во время Поверхностного Чтения Закона Ибо Христос Называет закон Моисеем Как в следующем месте У них есть Моисеи и пророки Господь Лука 16 глава 29 стих И не открывается им Не познается ими Что Христос Имел отменить Ветхий Завет Итак Их заблуждение Есть заблуждение Ума Потому что Ослепление Есть грех Ума Не удивляйтесь Говорит Что иудеи Не могут видеть Славы Славы Закона Если бы они Видели Славу Закона То видели бы Славу Христову Ибо Славу Закона Составляет Обращение Ко Христу Где же Сказано Что закон Отменен Будет Христом Там Где говорится Пророка Воздвигнет Тебе Господь Бог Твой Его Слушайте Второзаконие 18 глава 15 стих Итак Когда повелевают Слушать Его Христа А он Отменил Субботу Обрезание И все прочее То выходит Что об отмене Этой Дал повеление Сам закон Кроме сего Тем Что велено Приносить Жертвы В одном храме А Христос Разрушил его Не отменяются Ли жертвы Совершенно Вопрос И Написано Ты священник Вовек Почину Милкой Седека Псалом 109 4 стих Также Жертву и приношение Ты не восхотел Псалом 39 7 Все это Составляет Отмену Закона Вот опять Про это Я в первом веке Я иудей Ветхозаветнее До конца От Бога И вдруг Новозаветнее Вот это послание Доказательства Павла Мне ни с какой стороны Не могут подвигнуть Поверить Теперь я уже Дальше рассуждаю Я рассказываю Ход моих рассуждений Почему Дает Бог Это понять Ну а Павел То думал об этом Или не было Что посланием Его Трудно будет Да Это так И об этом Сказал Петр И в послании Его есть Нечто неудобно Разумительное Что невежно Не утвержденное Искажает Собственной Поибели своей Да это Апостолы Ему говорили То есть Павел говорил И он понимал Видимо Но по другому Нельзя было А зачем говорил Я дальше уже Начинаю только думать Сам Что Благодать Духа Ему открыла Придет время Поверить Это будет Главный довод Ты поняла Кратко В чем заключается Что Это не довод Я говорю Это не довод Это Павел Когда писал Он сам понимал Это не довод Но большего нет Он его написал Не сегодня Завтра Следующее поколение Примут полностью Вот С этой стороны Теперь все Стало на место Я еще раз Я еще раз Благодарю Хорошо Что я родился Не тогда А вот Которые были Киллеры Заклялись Я бы был Среди них Что Павла убить Он исказил закон Он вечный Я себя вижу Среди киллеров Я себя вижу Среди распинателей Христа Если бы я был там И поэтому Я их никого Не могу судить Иначе я осуждаю Сам себя И поэтому Еще раз Благодарю Бога Что я дожил До времени Когда в Пятидесятницу Сошел Дух Святой И все Высветил Открыл И теперь Там я бы не был И в киллерах Не был бы А был бы убит Только ими киллерами Все Вот теперь По другому стало Я на место Фаина И ее друзей Близких Христианских Евреев Становлюсь И понимаю Судить нельзя Но сегодня Они попадают Под осуждение Прошло 2000 лет Ты считай Только жития святых Все признавали Христа за Бога Он Бог Она была у нас И не считала Бога истина От Бога истины Она не произносила Никогда Она не верила в это Я не знаю Сегодня Как не верить Когда все доказано было Надо просто Войти в эту природу Разговора И понять Где бы я тогда был И в какой момент Я бы стал другим Каким сейчас я есть Я переспрашиваю Несколько раз Вам понятно Или не ясно выразился Понятно Можешь как Савва Выбрать Ну все тогда Считай 15 стиль До ныне Когда они читают Моисея Покрывало лежит На сердце их Поскольку Говорит толкователь Выше сказал Что покрывало Лежит в чтении Ветхого завета То дабы кто не подумал Что покрывало Называет Неясность закона Говорит нет Я называю Покрывало Слепоту И грубость Сердца Иудеев Подожди Грубость сердца Вот я говорю Копты Они на небе Вот эти убитые Никто не зашел Видно мы все видели У кого кто не видел Можете ко мне зайти Я покажу Хотя в один раз Вы увидели Зайти Как убивают людей И на это Старообрядцы Сразу Кого вы говорите Поставляете Да они же Они же там Монофизиты Для меня это все Сразу исчезло Это мученики Христовы С веры во Христа Вот не поймешь Меня понимать не надо У меня внутренний дух Есть еще Это мученики За Христа Понимаете как Тут надо научиться Все таки Мыслить категориями Духа Святого Который говорит здесь Они мученики За Христа За ними никакой вины не было Они там миссионерствовали Вычислили Суниты Их поймали И теперь казнили всех И как казнят Их убивают Показан Даже ролик Прям снимают Они сами снимают И тот который их убивает Главный из них В руках у него кинжал И он на английском языке Говорит хорошо И везде кинжал Выбрасывает вперед И кого ждет Эта участь опять говорит И кинжал выбрасывает А эти стоят И вот здесь вот Первый позвонок И они так острый как Держат Как только Он И смотрит на часы Как только видимо Секунды И там первого Втыкает ему Сразу перерезает Этот столб Следующий И только по одному Ударили И все Сразу падают Крики Уже тело И голова Еще говорит А тело Ему уже не подчиняется Связь прервана И молодые ребята Жены Дети У кого были С бородками Все Уже не имеет значения Один негр стоит И видно Что шепчет молитву Для меня они святые Я полностью На стороне Патриарха Кирилла Который выразил Соболезнование Тамошему Патриарху Африканскому Ливийскому Феодору Второй или какой Вот как Кто не видел И желает посмотреть На минутку Можете заглянуть И я вам покажу Ну пожалуйста Увидеть хотя бы Какие они прекрасные Это если ты не ощутил Подлинной красоты В мире Я тебе покажу Я сегодня Что такое Быть готовым Зайти на небо Они на небо Восходят Как их подводят Ставят на колени И над ними считают И они уже понимают Уже выхода Никакого нету Связанные Стоят на коленях Хотя читают И просто поставили И дальше Так вот Ударил Это проходит Как они разрезают И больше ничего нету И они все валятся И валятся по одному Против каждого В свой палач И дальше показывают Кровавое море Море Средиземное море Кровью плещется Я понимаю Сейчас Какое родственники Другие будут Которые Святые Те будут говорить От Бога Это они зашли на небо Это день торжества Это не день печали Я скажу даже о себе Я не был убит Но меня осудили И Надежда Васильевна Рассказывает Когда мне приговор Вынесли И меня посадили Зэка Повезли в тюрьму А люди-то Отовсюду приезжали С разных республик Мы не можем еще сделать Вернулись Друг друга поздравляем Радостные такие Торжественный ужин устроили Наконец-то посадили его Какая свобода теперь Понятно Ты была, нет? Не было Вот как То есть они Мы еще не можем сделать с собой Неподдельная внутренняя радость Что я до конца был На ногах Нигде ни в чем им не покорился И теперь я понес в узор А если бы умер Умер Значит радость была бы еще больше Вот Никогда не надо печалиться И когда говорят Да их надо выловить Палачей убить Всем скажите Не надо Надо чтобы палачи эти Обратились к Богу В вопросе вечности Это никакой роли не играет Они все равно бы Состарились Все равно бы умерли И ничего не было А так они зашли на небо Это життя святых Об этом говорит Одних так вот держали Они три Знакомые брата Молодые Здоровые И у всех Должность хорошая была Ну их мучили Мучили Один говорит Знаешь что У них ребятишки есть Жены-язычницы Вот пустите их домой Они не убегут Возьмите с них слово И те А родным заранее накажите Вы уговорите их Пусть от себя пожалеют И как родные их обрепили Да со всех сторон И некоторые начали уже колебаться А потом все Как вздрогнули Нет До свидания И скорее бегом в тюрьму Казните нас Вот как надо делать Верность Христу Христу Вот представь Ведут там Афксентии Другие священники И целая группа поймали Их казнить будут А Мордари Это имя его такое Крышку кроет А они его видели Мордари, здорово Смотри какая дружина идет Это не каждый день таких ловят Все священники Тут епископы с нами Иди сюда Так он в своем Соскочил Побежал вперед К сапожнику забежал Ты к моей жене Сходи Сбегай Скажи что я пошел С такой-то А стражник Его увидел Куда ты лезешь На казнь ведут А я с ними вместе О дурак И он его туда же вместе Он дурак Лезет И все И казнили его И он вместе с ними В списке Святой Мордари Ни минуты не готовился Он был просто верующий А его не захватили Он крышу бросил Не накрыл Хорошее житие Хорошее Вот видишь Толкователь Это пишет в 11 веке Теперь уже можно говорить О грубости евреев И все Но тогда Это нельзя было сказать Я приверженец закона Я дал Богу и Его обещание Быть верным ему И вдруг кто-то меняет закон А по правилам Говорится Антихристианское учение Моисеев это законом было Кто изменяет закон смерть Самое антихристианское Это мусульманство сегодня Явно выражено антихристианство Просто у них Кто если принимает христианство По закону И по их Они должны все уберечь Нигде нету Это ни у буддистов Ни у кого нету У них прямо в Коране записано Если кто меняет веру мусульманскую На христианство принимает Значит найти и убить его Найти и убить Очень ярко выражена Антихристианская мысль Заложена Все Что так красно что Ингдотик рассказывал о Самире Что хотели чтобы она христианка была Ну что можем сказать Уможенные верующие Мусульман Кто взорвал себя С облачен народу Вопрос духовный Погромче Задайте Тихо Вопрос Слушаем внимательно Духовный очень вопрос Задавай-ка Когда постишься Умой лицо свое И помашь голову свою Предстань при Господу Чем мазать голову Чем мазать голову Вопрос Включается Слово Божие Масло подсолнечное Велим Освященном Изотличном Ну а ты сама Что думаешь об этом Сама ты что думаешь об этом Вопрос задала И какой ты ответ ждешь От кого От него От него От нее Что правильно Мазать голову Вписание Это же писание И что В писании Много там что написано Чего мы не исполняем И дальше что Валентина Возни вот эту книгу Духовную смысл Ты не читала Первый том Второй том Третий том Ну прочитай сейчас Ну где мажут голову У нас сейчас Ну вот вы спрашиваете Ну и где голову мажут Скажите мне Где вы видели Что голову чем-то мажут По-моему Если вы были Модницей Там локоны завивали Когда там У меня помню мама Брызгала такая Штука Она навьет А потом брызгает Чтобы Чтобы да Вонючая гадость такая Я говорю Мам у тебя волосы Это выпадут Точно сейчас волосиков Осталось немножко совсем Ну не до конца Еще выпали А чтобы что-то Мазали у нас Где-то мазали Ну да я знаю Раньше мазали Написано да Я вот читал про евреев Помазывали там голову А вот это Фильм есть Этот Как он Шуршолох Вот это Дед Салом намазывал Себе губы Губы Салом намажет Сапоги Салом намажет И идет Весь блестит Все Вот это Вы не можете ответить Что ничем Никто не важен Сейчас Толкование Просто толкование На эти стихи Ну раньше мазали Это понятно Раз тут написано То мазали Чем-то они там Намазывали Ну и пускай намазывали Мы-то тут При чем теперь Вопрос-то Какой вы задаете Вы спросите вопрос Для нас Это как Это к нам Относится Вот она Хочет узнать То есть Толкование Этих стихов Как правильно Она говорит Как правильно Помазывать И так далее То есть Явно Да я понятия не имею Она молчит Пока Ничего не говорит Пускай скажет Ну я вопрос задала Если не знаешь Отвечай Если не знаешь А зачем Ты не знаешь Тогда не отвечай А чего Она не знает А чего ты Уписалась Она вопрос задала Я Столько Трибово Какой могла Такой задала Ответьте Да это точно Какой могла Ну давай Почитай Узнай Потом нам скажешь Спец задание Тебе спец задание Сама нам ответишь Никто не знает Потому что Никто тебе не ответил Нет ответчика Придется Самому Давайте помолимся Не ответили Да Вопросы Надо еще Убить Задавать Вот Михаил Андреевич Сделал мне Эту игрушку Не нужны Никакой Игрушка Да Стоя Сижу Сиды Да Выходите Выходите Боже Милостив Будем Игрешим Создав Имя Господи Помилуй Меня Бесчислав Если грешил Господи Прости Меня Игрешим И помилуй Слава Тебе За этот Воскресный День Прости Мои Согрешения Тайные И явные В уме Помышления Водние И внощи И каждому Из нас Помоги Нам Простить Друг друга И спросить Прощения И в радости Совершить Поприще Великого Поста И потревожь Сердца Наших Великим Каноном Покаянным Андрея Критского И друзей Наших Братьев И сестер Привлеки К этому Распусти Нас С миром И упокой В обителях Небесных Этих Героев Веры Коптов И научи Нас Подражать Всем Святым Твоим Тебе Боже Слава Отец Сын И Святой Дух Аминь Имя Нашу Молиту Возьяни Рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи Соедини Нашу Молиту С молитвой Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле Услыши Исполни Молиту Всех Молящихся О нас Во благо Нам И Прими Нашу Молиту О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Их И помилуй Пришли Новых Жителей В селение Наше Знающих Тебя О Богопротивным И непокорным Постав Преграду Расширь Пределы Наших Общин Дай нам Еще Священника И усмотри Место Для занятий Благослови Правителей Страны Патриарха Епископов Священников И мирен И даруй им Всем Духовное Рождение Свыше И водительство Духом Твоим Святым Хвала Тебя Отец Сын И Святой Дух Аминь Говори Господь Владыка Слушай Ты Слыши Трак Твой Аминь По славу Боже Сейчас уже Открывай Сейчас уже Выходить Будет Так Тебе что-то Нужно Давай Слышь Конечно Вот Не трогай Не трогай А кто набирал Проверили Сточку Где Ногу Где Ногу Ошибки Не произошло Промерял По написи Продолжение следует...